Пожелайте нам удачи. Это получается палка с двумя концами. Это такие заборы есть? Такие маленькие везде? Что там делал? Что там делал? Ааа, прибирайся. Перепутали автобус, автобус не едет. Короче, мы потеряли Рому. Одна из самых лучших. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Я давно не записывал видео, потому что времени не хватает чуть-чуть на это. Сегодня у меня выходной. Сегодня у нас вторая попытка сделать мне прописочку. И короче, мы сейчас едем к человеку, который отвечает за все эти дома и даст ли он нам добро прописаться. Ой, я вчера хотел монтировать видео, сел за компьютером, все, монтирую, вчера пришел с работы, уставший, вот, сел монтировать, сижу, сижу, монтирую, монтирую и понимаю, что уже все, глаза уже в кучу, уже вот так вот клюю, выключил компьютер. Друзья, здесь еще, кстати, есть магазинчик под названием Neto. Это считается как в Латвии Super Neto. Самый дешевый магазин. Так, ну что, мы приехали, опять же, на стояночку, в которой мы уже были, потом мы пойдем через, ну это там, через магазин, я так понимаю, через торговый центр. Сейчас нам нужно, вот, сунуть карточку. Друзья, вот сейчас мы проходим около женского монастыря. Вот это вот именно женский монастырь. Так, ну что, друзья, пришли мы на место, так что, пожелайте нам удачи. Друзья, мы вышли уже с этой организацией, я вам сейчас расскажу это позже, но сейчас я нахожусь около банкомата, я засунул свою карточку в банкомате, смотрите, здесь даже есть русский язык в банкомате. Пожалуйста, увидите лично пин-код. Пожалуйста, подождите, пишется. Шикарно, русский язык в банкомате. Офигенно. Так, короче, друзья, что, были мы в этой организации насчет прописки. Прописка не получилась по некоторым причинам, я это на камеру говорить не буду. Я даже не могу прописать семью в этой квартире, потому что это квартира для нашей семьи маленькая. Так как у меня четверо детей, здесь сказали, что мне нужна как минимум 5-комнатная квартира. А 5-комнатная квартира в Германии, это очень таких вариантов мало. Так что, сейчас пока новостей никаких нету, сейчас вот думаю, что делать, какой будет следующий шаг. По идее, без прописки я не могу официально устроиться на работу, чтобы встать на очередь 5-комнатной квартиры. Потому что я не могу встать на очередь 5-комнатной квартиры, пока у меня нету договора с работой, официального. Договора я не могу получить на работе, пока у меня не будет прописка. И это получается палка с двумя концами. Вот, ну ничего страшного, будем думать. Будем пробовать все эти варианты, можно что-то обойти или обогнуть, или как-то все это схемичить. Будем пытаться. Так, короче, мы зашли сейчас в такую местную кофеюшку. Вот такой кофе с молочком. И сзади вот такой вот бутик. Я себе сделал салатик, солянки, огурчик, яички, такое все. Так, ну что, мы выходим с кофеюшки. Здесь было очень вкусно. Сейчас мы просто погуляем по городу сегодня, потому что время есть. Настроение тоже кое-какое есть. С пропиской ни хрена ничего не удалось. Короче, все, сейчас просто чуть погуляем. Потом пойдем к Саше Стане на дачу, поможем им там подделать некоторые дела. Сейчас мы находимся напротив... Что это, Ром? Театр. Это театр. Смотрите, здесь туристы рассказывают, что, как. Здесь такой стоит конь. Друзья, всем привет. У нас уже времечко после обеда. И нас позвали с Ромой к Сане с Таней на дачку. Я там буду первый раз сейчас, как говорят, посмотрю на дачу своими глазами. От квартиры, где мы живем, сейчас получается пешком 20 минут. На машине вообще, я не знаю, 5-10 максимум. Короче, друзья, мы приехали. Въехать Рома на своей машине не может, потому что там по пропускам. У нас пропуска нету, поэтому мы поставили машину на обочине и идем пешочком. Вот взяли, чтобы пожарить на костре. Лимончик взяли, сосисочки взяли, разные стейки взяли. Так, ну вот, это, получается, вход. Как все цивильно. Все, и это уже, получается, дачный кооператив, да? Да, да. Блин. Здание принадлежит самому корпоративу. Его можно арендовать. Там проводятся всякие мероприятия. Некоторые празднуют дни рождения. Ну, все в таком дуфе. О, шикарно. Здесь детская площадка. Сейчас мы все посмотрим. Да. Так. Ну вот, и это уже все. Это уже начались дачи, да? Да. О, здесь вот площадка детская. Здесь можно играть. Все. Ой, звук косилки. Как я поэтому соскучился. Капец. Я тоже хочу на дачу к себе. А-а-а. Это такие заборы есть такие маленькие везде? Блин, ну честно, как-то неухоженно чуть. Не? А вот здесь уже ухоженно, здесь уже красиво. Да, у кого как. Да, вот это красиво. И здесь, получается, однотипные дома стоят, да? Не, они, ну, у них размеры не могут превышать каких-то допустимых норм. А, в принципе, домишки сами по себе они разные немного. То есть один такой, другой такой. А, я понял. Получается, по квадратуре дома должны быть одинаковые. Да. Это у нас в Латвии. Строить себе дом, как кто может. Как у кого кошелечек позволяет. Он строит себе двухэтажный, трехэтажный. А-а-а, друзья, у меня здесь вообще, ой, как запах. Кто-то костерчик сделал, дымовушку уже, ой. Забор. Ты че, Ром? Это забор? Офигеть. Короче, все, мы на даче. Мы зашли. Саня уже растопил здесь все. Добрый. Короче, все, друзья, мы пришли на дачу. Вот здесь пацаны на веселе уже все. Короче, от этого такая беседочка у них получается. Фонарик здесь уже, смотрите, они здесь что-то наворотили, не знаю, костерчик делают. Вот их, вот беседочка, садовая мебель прикольная, кстати, офигенно. Беседочка деревянненькая, такая нормальная, там чуть-чуть крыша порвалась. Так, а это вот самый вот домик. Короче, вот, нужно поменять забор вот этот вот. Четыре, б***ь, ты говоришь, три пролета, б***ь, четыре столба. Четыре, еще одного не хватает. Ни столба, б***ь, ни основания. Саня, можно в дом, да, пойти? Все, можно. Это бардак, правда. Да, 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 я уже понял, короче. Только главное это, у нас... Да, 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 заходим в домик, здесь вот получается диванчик, телевизор, все. Здесь будет генеральная уборка делаться на зиму, ну, сам понимаешь, ты же уже делал. Ну, конечно, конечно. А, здесь такая кухня у вас, да? И раковина, и все, газовая плита. Газ здесь, да? Да, газ, да, на баллонах. Здесь надо еще полочки поменять некоторые, правда, ну... Так все нормально, это все можно сделать. Самовар прикольный, кстати. Да. Варит он, да? Да. Электрический, правда, друг. А, электрический. Тебе стакан для чего, Рома, для кофе? Ну, все равно, шикарно. Короче, вот здесь вот нужно сделать забор, полностью новый. И это нужно все вкопать, эти забетонировать, и туда столб ставить, и закрутить. Саня! Да? Получается, что эти нужно в землю, правильно, серые? Да, к нам Кирилл приехал, я же не показал. Привет всем. Эти, получается, в землю? Да, эти идут в землю, да. Полностью, полностью, до сюда. Да. А в них вставляются вот эти вот... Ну, я понял, да. И ты хочешь их не просто выбить, а ты хочешь их зацементировать? Я хотел просто вбить, а вот там сидит человек красный, вот этот вот. Да. Он говорит, давай сегментируем их. Ну, это гемор. Ну, это гемор, я говорю. Он говорит, давай сделаем по красоте. Ну, по идее, я что... По идее, если вбить их, то они стоять будут. Ну, они по идее должны быть стабильны, да. Ну, конечно. Конечно, может быть с годами их разносят, да, но по идее, я думаю, что не так страшно, но... А что вон там получается дальше? Здесь такая веранда. А дальше получается, что у нас заходим? А, заходим, потому что здесь такая комнатка маленькая. Ну, ничего страшного. Пацаны отдыхают, веселятся. Здесь радио хотим включить, но радио не работает, нету пульта. Кирилл, нам еще с тобой завтра здесь ночевать, скорее всего, придется. Почему завтра? Ну, по крайней мере, я здесь с семьей завтра буду ночевать. Да, полностью с семьей. Завтра большой праздник. Да, и мы все здесь тусим. Да, и мы все здесь тусим. А когда мы потусим, чтобы лишний раз никуда не ходить, можно здесь и остаться. Так что я завтра остаюсь с семьей и приглашаю тебя. Ты можешь выбираться в любую комнату. Я уже вон там, вон там такая самая... Без проблем. Помимо белорусов, мы подключили еще и латышей. Латышей, да. Что ты делаешь, Кирилл? Высыпаем. Вот. Стоп, держи. Держу. Ну, идеально. Красавца, успелись. Теперь у нас будет мясо. Чье мое? Да, твое жареное. Красавца. Мясо кто будет жарить? Кто он? Ты. Я, самый трезвый. Ну что, сейчас будем жарить сосисоны, они такие вот обтянуты мясом, а внутри еще Рома сказал, что там будет сыр. Слышь, у тебя есть вода в бутылке? Ты куда столько углей? Ты прям нормально, принеси воду. Есть вода? Вода есть, но не в бутылке. Сравим мясо. Смотрите, один базарит по телефону, другой в телефоне, третий в телефоне, четвертый пошел тоже за телефоном, да Ром? Сейчас уже мясо, ой, сосисоны будут готовы. Короче, для того, чтобы поставить забор, нам нужно поехать купить цемент. И мы сейчас едем за цементом. Короче, здесь участки очень маленькие, вообще маленькие, я просто привык к своей даче, а здесь вообще вот забор и вот до того забора и все, это очень маленькие участки, капец просто. Хотя здесь в высоте здесь стоит бассейн. Короче, опять мне ехать на форде, опять же ехать на форде, друзья. Глянь за кабелью. Поехали, открыто, подъед, пускай подъедет. А, поехали. Ладно, поехали. В магазин? Вот эти вот двое, черные футболки, красные, они уже на веселе очень. Что там делал? Что там делал? Входим в магазин, но я вас подожду на улице, я не хочу с вами идти в магазин. Там кирпич. Только зашли в магазин. Все, тихо. Идем все, только что за вас стыдно не было, а то поеду один, оставлю вас здесь. Прикольные кубрики, кстати, по машинам. Шикарно, разных размеров, я бы себе вот такое взял бы, в багажник выкинул. И стоит 8,99. 7,99 разных. Ну что мы, нашли цемент? Короче, все нужно брать в свои руки. Я говорю, что в отельском подойдет к этим. Я снимаю. Купили мы два мешка цемента, два столба и два конуса, куда втикивается цемент конус, а туда же вставляется два столба. Поехали сейчас делать забор. Я надеюсь, что мы сегодня поставим этот забор. Ну что, будем делать забор? Забор будем делать? А мы уже поставили, пока это не делал. Вон, видишь, забор стоит. Смотри, накрыть покрывало. А куда столько угли? Он в гараж. Миша, ой, Серега уже в гараже сносил. Смотри. Какой ты молодец. Молодец. Навел порядок. Ну супер, идеально. Я сегодня за шеф повара, да, у вас? Ну кто-то же должен поцелов выручать. Кирилл, вот это зря, вот это зря. Будет пахнуть? Да, ну будет, потом будет пластиком там. Вот просто несет. У тебя есть здесь? Да, 10. А тут нет ничего, да? Нет, там просто отключено, да. А, ой, идеально. Молодец. То есть здесь тоже как-то складаж, что ли? Нет, здесь просто бутафория. Здесь еще был такой, типа, аквариум для рыбок, но его убрали. У нас вот товарищ спит. Только силуэт. Красота. Там себя жарю мясо, здесь себя жарю мясо. Как будто не уезжал. Да. Что-то не спится больше? Девочка фигу. Давай, давай. Вставай. Друзья, ну что, забор мы не поставили, потому что начали ставить забор, начали копать ямы для столбов, а там оказался по всему периметру идет бетон. Бетон этот было не выломать никак, и поэтому все отменилось. Мы даже отвезли цемент обратно в магазин, отдали чек, вернули деньги, вот. И сейчас привез Сашу и Таню домой, а сейчас мы, нас Артем проводит на автобус. Мы сядем на автобус и поедем опять же на дачу, заберем Ромину машину и поедем уже к себе на квартиру. Вот такие планы. Как раз покажу вам ночной город, ночной Ахен. Короче, я еду на немецком автобусе, германском, на гармошке, смотрите, если как, гармошка. Едем на гармошке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова сошли с одного автобуса нам чтобы доехать до дачи дальше нам нужно пересесть на другой автобус сейчас мы будем ждать другой автобус так и нам здесь получается нужно дождать 24 автобус 6 минут до автобуса короче друзья мы перепутали автобус автобус не едет а он типа днем едет а вечером он заменяет маршрут и не едет на это место и куда мы сейчас идем друзья это капец это просто капец что что нельзя короче мы потеряли рома роба блин я офигею рома до пустые нашелся точно наш хорошо наконец-то приехал наш автобус а живо сдавать да у на конец короче мы на этом пусть все равно не доезжаем доллар именно дачи где стоит машина нам нужно будет идти пешком или опять же на 4 автобус так и будет и получается что мы сейчас едем на конечку на конечку мы сейчас едем на конечку и артема может быть наш дом там давай почти выходит куда дальше идти друзья вот видите вот это вот вот это вот это я думал что это завод но нет это клиника представляете сейчас конечно не очень видно но на самом деле это они клиника считаются самая артем это считается самая лучшая клиника в германии практически одна из самых лучших мы идем пешком мы короче собирались до этого места на 3 автобусах 4 автобус дать долго и поэтому мы решили что пешком будет намного быстрее пройти друзья ну что все вы посмотрите как я провел сегодняшний день или света выключу а сейчас я свет включил и на сегодня буду заканчивать видосик сейчас я буду его монтировать чтобы вы это посмотрели и что я говорю вам спасибо что вы у нас есть спасибо что вы нас смотрите все круто все позитивно как оно и должно быть и на сегодня все а то а то